Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами переместились в волшебную лабораторию профессора Кобочкиной. Об этом, я думаю, вы уже догадались, потому что вокруг нас вот такие интересные вещи, как краски, вода, уксус и сода. А для чего это все нам нужно? Мы сегодня с вами будем говорить о свойствах нашей воды. Капелька, туман, снежинка. Это волшебная книга Юлии Смирновой, которая нам в этом поможет. Капля в море. Так называется наша тема. И сейчас обратите внимание на портрет мальчика, который пьет воду. Вода нам обязательно нужна. И давайте сейчас я вам загадаю загадку о воде. Если руки наши в ваксе, если на нос сел клякса, а кто тогда нам первый друг снимет грязь с лица и рук? Без чего не может мама ни готовить, ни стирать, без чего мы, скажем прямо, человеку умирать? Чтобы лился дождик с неба, чтобы росли каоси хлеба, чтобы пыли корабли, жить нельзя нам. Ну, конечно же, без воды. Я думаю, каждый догадается. Все растения и животные, как мы с вами состоим, люди на четверть из воды, мы без нее не можем. И растения с животными тоже не можем. Что мы делаем с вами в воде? Мы ее не только пьем, а еще мы в ней купаемся, правильно. Посмотрите, вот такое веселое создание у нас с вами. Ребенок плещется в воде. Вы купаетесь и в ванной каждый день, а летом в речке кто-то на море уже из вас был и купался. Очень интересно и весело. В воде мы знаем с самого детства, когда идем на прогулку, бегаем, играем, и потом у нас что? Появляется жажда. И мы, конечно же, хотим пить. И все дети, я думаю, и взрослые, обожают время года лета, которое недавно у нас было, но, к сожалению, уже прошло. И обожают плескаться в воде. И сейчас мы с вами как раз поговорим о свойствах воды. А пока посмотрите вот на этого тоже мальчика, который любит воду. Итак, давайте с вами поразмышляем. А поможет нам эта книга. Вода самое главное вещество на планете, как мы видим уже с вами здесь. Без воды на земле не могла появиться жизнь. Не было бы и у нас с вами деревьев, животных, трав. Когда-то давно на нашей планете совсем не было водоемов. И рек, и озер. И просто вода даже не лилась из-под крана. Не было дождя и снега. А одна сплошная засуха, вулканы и кратеры. И не было совсем ничего. Откуда же появилась к нам вода? Как вы думаете? А мы сейчас узнаем. Точного ответа на этот вопрос, к сожалению, нет. Но ученые говорят, что вода к нам с вами прилетела из космоса. Когда-то очень-очень давно на нашу планету падали космические тела. Многие из них состояли изо льда. Когда они попадали на землю, которая тогда была очень горячая, лед таял и на поверхности оставалась вода. Другие ученые полагают, что вода образовалась прямо на земле из двух газов. Водорода и кислорода. По отдельности эти газы мы не можем не увидеть, не почувствовать. Это химические вещества. Вкусы и запах они нам, к сожалению, дать не смогут. А когда они соединяются вместе, то образуют воду. Что же за чудесное превращение с водой? Сейчас мы с вами узнаем. Вот посмотрите на этого веселого крокодильчика. И мы отправляемся в путешествие к волшебнице воде. Из чего же она состоит? Все на свете. Ваши игрушки, вкусное яблоко, воздух и наша планета. Вы сами. Все-все состоит из очень-очень маленьких частиц. Эти частицы называются атомы. Атомы бывают разными. Они соединяются с другими атомами и получаются молекулы. Как же атомы держатся друг за другом? У них же нет рук, как у нас. Или цепкого хвоста, как у мартышки. Но чтобы быть тесно связанным с чем-то или кем-то, необязательно крепко держаться. Вы же любите свою маму, да? И не перестаете ее любить, когда она не держит вас за руку. Так и атомы очень сильно любят друг друга. Вода, например, состоит из атомов кислорода и водорода. В одной молекуле два атома водорода и один атом кислорода. И они очень-очень крепко друг с другом связаны. Молекулы тоже особенным образом соединяются друг с другом. И от того, насколько крепко они связаны, зависит образованное из них вещество. И какое оно, твердое или жидкое? Твердые вещества бывают постоянной формы. И чтобы ее изменить, нужно приложить большую силу. Для разных веществ сила будет разной. Лист бумаги, например, проще смять, чем лист железа. Правда ведь? Вот посмотрите опять на картинку. Жидкости меняют форму как угодно. Один и тот же сок вы легко выливаете из пакета в чашку. Итак, а еще у нас с вами что происходит? Вода путешествует. И случается у нас круговорот воды в природе. Вот сейчас мы с вами посмотрим, какой же он бывает. Итак, познавательный у нас с вами мультфильм про круговорот воды в природе. Давайте понаблюдаем за этим явлением и узнаем, что же это такое. Мы живем на планете Земля. Большая часть ее поверхности покрыта водой. Это реки, озера, моря и океаны. Но вода не всегда жидкая. Если ее заморозить, она станет твердой. То есть превратится в лед. А если как следует разогреть воду, над ней появится пар. Пар – это тоже вода, только в виде газа. Все вместе это называется агрегатное состояние воды. Жидкое, твердое и газообразное. Так вот, на нашей планете вода постоянно меняет свое состояние. Из твердой становится жидкой. Из жидкой – газообразной. Из газообразной снова жидкой и твердой. И так по кругу, постоянно и всегда. Этот процесс называется круговорот воды в природе. Как же он происходит? Под действием солнечных лучей водоемы нагреваются. И вода в них потихоньку испаряется. Ледяной пар поднимается высоко-высоко в небо. А там уже не так тепло, как на поверхности Земли. Поэтому пар остывает, скапливается в одном месте и превращается в облако, состоящее из маленьких капель воды и даже кристалликов льда. Чем больше капелек, тем тяжелее становится облако. А чем тяжелее облако, тем быстрее оно опускается вниз. И в определенный момент из него выпадает вода в виде дождя, снега или града. Так вода возвращается обратно на Землю. Потом снова испаряется. Поднимайте наверх, образуются облака и снова выпадают осадки. Это и есть круговорот воды в природе. Кстати, ты сам можешь собрать модель круговорота воды. Возьми обычную банку, пакет и резинку. Налей в банку немного воды. Одень на нее пакет. И зафиксируй с помощью резинки. Потом поставь банку на подоконник и подожди несколько часов. И тогда ты увидишь, как часть воды испарится, поднимется вверх и осядет на пакете в виде маленьких капелек. Теперь, если потрясти пакет, получится настоящий дождь. Точно так же происходит и в нашей природе. Круговорот воды в природе. Мы с вами узнали, что это за явление, как круговорот воды в природе. Итак, а сейчас мы с вами продолжим наше путешествие. И дальше, что мы с вами наблюдаем. Вода у нас частая, что делает в чайнике? Она у нас кипит. Стоит нам только поставить чайник с водой на плиту, и через несколько минут он или свистит, или сигнализирует нам о том, что вода закипела и стала горячей, как кипяток. Мы можем пить чай, кофе. И как же это происходит? Опять же, нам поможет наша волшебная капелька, туман-снежинка, для решения этого вопроса. Давайте с вами понаблюдаем за ней. Вода становится паром. Во льду молекулы воды почти не двигаются. Но когда вода нагревается, ее молекулы начинают двигаться очень-очень быстро. К тому времени вода закипает, ее молекулы уже носятся быстрее, как сумасшедшие, налетая друг на друга даже. И некоторые из них отрываются от остальных и становятся паром. Чем больше в воздухе содержимого водяного пар, тем более влажным он становится. Так бывает в сырую погоду на берегу моря или реки. И хотя увидеть водяной пар мы не можем с вами, но всегда, в любое время года и при любой температуре в воздухе есть молекулы воды. Когда их становится очень много, то они начинают собираться в крохотные капельки. И вот мы уже видим большое-большое облако. маленькое над закипающим чайником или большое высоко в небе. Так, а еще у нас с вами какое есть свойство воды? Как вы думаете? Конечно же, твердая вода тоже может быть твердой. А как? Если мы с вами берем стаканчик с водой или формочки для льда, заливаем водой, можно даже воду подкрасить с помощью красителя и поставить на несколько дней в морозилку, даже на несколько часов. И, внимание, вы получите твердое вещество, твердое свойство воды. Это лед, конечно же, лед. Давайте мы с вами познакомимся с книгой о льде и узнаем его замечательные свойства. Вот такая у нас в библиотеке есть книга. Вы также можете к нам прийти, прочитать ее. Горячие факты о льде. И что же мы с вами узнаем? Давайте подумаем. Знаете ли вы, что лед окружает нас повсюду? Для нас холодильник или морозильник это самая обычная вещь, в которой можно найти лед. Но когда ваши прабабушки и прадедушки были детьми, им приходилось идти к леднику, если требовался лед. Ледник устраивали около дома в тени. Прямоугольные куски льда накрывали слоем опилок. Ледяные глыбы выпиливали зимой из замерзшего озера. Опилки не давали льду таять до середины лета. Вторую половину лета и осень обходились безо льда. Со временем люди изобрели холодильник. Он работал как современный, но только без электричества. В шкафчик клали брусок льда, а когда тот таял, его заменяли новым. Продукты в таком холодильнике долго оставались холодными и свежими. На дом лед доставляли специальные развозчики. Как же придумали замораживать еду? Давайте узнаем. В Северной Канаде рыбу замораживали сразу, как только ее выловили. И когда эту рыбу жарили, ее вкус не отличался от свежей. В Соединенных Штатах проводили опыты, замораживали разные продукты. Выяснилось, что замораживать пищу надо как можно быстрее. И тогда ее вкус и вид сохраняются лучше всего. Вскоре в 30-х годах и в нашей стране стали замораживать продукты для продажи в магазинах. А затем появились морозильные камеры дома. Доступные по цене, они были по карману многим горожанам. Теперь ягоды и зелень можно было есть не только летом, но и зимой. В современных холодильниках, конечно, есть устроенные морозильные камеры. И мы уже с вами о них знаем. Итак, а как вы думаете, какова же сила льда? Вода превращается в лед и увеличивается в объеме. Лед, образовавшийся в расщелинах скал, может отколоть огромные куски камня. Если положить в морозилку стеклянную бутылку с водой, она наверняка лопнет через несколько часов. Когда вода в земле замерзает, это называется промерзанием почвы. Или мерзлотой. Канализационные трубы не случайно зарывают глубоко в землю, иначе в морозы они просто лопнут. Весной, когда земля оттаивает, на дорогах появляются рытвины или провалы. А вы знаете, что в соленом антарктическом океане белокровные рыбы могут жить при температуре ниже нуля. Их прозрачная кровь не замерзает, так как в них мало красных кровяных телец. А почему лед не тонет, вы знаете? Если взять поровну льда и воды, то лед будет, конечно, легче. Вот почему он плавает на поверхности. Самая большая плотность у пресной воды при температуре плюс 4 градуса по Цельсию. Тогда она опускается на дно. Ну и хорошо, иначе наши озера и реки зимой бы замерзли вместе с рыбой. А откуда берутся сосульки? Знали ли вы когда-то? Мы сейчас с вами узнаем. Мороз и текучая вода – это то, что для них нужно, чтобы получились сосульки. Сосульки образуются, когда капли оттаившей воды замерзают. На замерзшую каплю натекает следующее, тоже замерзающее. Затем еще одна, еще и сосулька растет, как стеариновая свеча, которую раз за разом окунают в стеарин. Такое вещество. Так, а знаете ли вы о форме льда? Лед из соленой воды, например, отличается от льда пресной. Соленый лед зачастую не такой крепкий, как пресный. Он чувствительнее к переменам погоды. Скопление ледяных игл в перемешку с водой называют ледяным салом. Так, крошечные частички льда, свободно кружащиеся в воде, называются внутриводным льдом. Этот лед напоминает метель, только в толще воды. А крупная плавучая плита льда, прикрепленная одной стороной к суше, называется шельфовым ледником. Самые большие шельфовые ледники находятся в Антарктиде. Дрейфующий лед – это свободно плавающие куски льда, отломившиеся от огромных льдин из-за сильного ветра и волн. Также бывают айсберги, ледяные валы. Есть у нас лед-барабан. Он нависает вдоль края берега или же покрывает прибрежные камни. Пустоты с воздухом подо льдом заставляют его издавать звук, как у барабана. Якорный лед – он прикреплен ко дну. Его можно увидеть там, где есть бурное течение. Когда якорный лед отрывается от дна, то всплывает на поверхность вместе со взмёрзшим в него растением и даже крупными камнями. Плитный лед похож на блин, но образуется, когда волны кружат, ледяное сало, формируя из него круглые ледяные тарелки. И ещё бывает лед, апельсиновая корка, лед, хрустящий хлебец и сырный лед. Как ведут себя такие льды, понятно, конечно же, из названий. И так. Ну и, конечно, у нас на реках бывает очень слабый лёд, который ещё не успевает замёрзнуть. И мы пытаемся тоже по нему иногда наступать, ходить, кататься на лыжах. Нельзя ни в коем случае, потому что можно провалиться в прорубь. Это такие ямы из некрепкого льда. и, конечно же, попасть в неприятности. Давайте с вами посмотрим, откуда берётся дождик. Знаете ли вы, что это такое? Это тоже частички воды, которые падают с неба. и давайте посмотрим. Если о льде мы уже знаем, то о дожде ещё нет. Привет! Ты знаешь, как дождь нужен растениям? Благодаря ему они хорошо растут. Но откуда берётся дождь? Давай узнаем. Дождь, который ты видишь, уже выпадал до этого миллионы раз. Каждый день солнышко нагревает своими лучами воду в морях, реках и океанах, в результате чего из воды поднимаются в воздух крохотные, невидимые капельки влаги, называемые водяными парами. Этот процесс называется испарением. Воздух полон водяных паров, так как солнечное тепло постоянно испаряет воду, морей, рек и озёй. Когда водяные пары поднимаются высоко в небо, они достигают холодного воздуха. Там они охлаждаются и снова превращаются в капельки воды. Этот процесс называется конденсацией. Капельки воды собираются вместе, образуя тучи. Когда капель в тучи набирается достаточно много, они становятся слишком тяжёлыми для неё. Туча не может больше их держать, и капельки начинают падать на землю в виде дождя. Затем дождь стекает в ручьи и реки, которые несут свои воды в моря и океаны. Потом солнышко снова согревает воду в морях и океанах, и маленькие капельки влаги снова поднимаются в небо, то есть происходит испарение. И весь процесс снова повторяется. Ты замечал, как быстро высыхают лужи в солнечный день. Вода из них никуда не исчезает. Она тоже превращается в водяной пар, который поднимается в небо. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok Итак, о дождике и о бальде мы с вами узнали. Очень интересная информация. А давайте теперь посмотрим, а зачем же нам нужно беречь воду. После этого ролика я вам расскажу еще некоторые интересные факты о воде. Меня часто спрашивают, а зачем вообще нужно беречь воду? Казалось бы, в России с ней проблем никаких. Одного снега сколько навалило. Правда, вряд ли кто-то из вас захочет использовать талую воду, чтобы сварить на ней суп или чтобы ее пить. Ведь перед этим воду надо очистить и обеззаразить. А после того, как мы воду используем, ее надо снова очистить. И только после этого отдать обратно природе. Давайте посмотрим, какой путь проходит вода от водоема до водоема через наши дома. Вода в кране у большинства россиян берется из реки или озера. Сначала она поступает на станцию водоподготовки, где проходит несколько ступеней очистки. В нее добавляют специальные реагенты, отстаивают и фильтруют. Еще воду обеззараживают. В большинстве регионов хлором. А вот в Петербурге обеззараживание происходит в два этапа. Вначале в воду добавляют гипохлорид натрия. Он столь же эффективно убивает микробы, как хлор, но при этом абсолютно безопасен. А перед тем, как попасть в квартиры, воду еще и обрабатывают ультрафиолетом, который успешно борется с вирусами. И только после этого чистая и безопасная вода попадает по трубам к нам в кран. Мы принимаем душ, проводим уборку, стираем белье, и грязная вода отправляется по трубам на очистные сооружения. По пути к ней присоединяются сточные водопромышленных предприятий, различных офисов, больниц и школ. И если бы все это прямиком попадало в природу, мы бы давно уже захлебнулись в собственный грязи. На очистных сооружениях, на специальных решетках сначала отфильтровывается крупный мусор, потом более мелкий грязь. Но это еще даже не полдела. Теперь воду надо очистить от химических и биологических загрязнений. Ее долго отстаивают, добавляют в нее реагенты, а самое главное, все содержащиеся в сточной воде органические загрязнения съедают специальные микроорганизмы, так называемый активный ил. И только после того, как стоки станут чистыми, даже чище, чем вода в реке, их отдают обратно природе. Конечно, скажете вы, за это мы и платим деньги. Пусть очищают, а мы будем тратить столько воды, сколько хотим. Но дело тут не в деньгах, ведь чем больше воды мы расходуем, тем больше ее приходится очищать. А изо всей воды на планете для питья пригодно менее 1%. Население Земли постоянно растет. И если мы так и не научимся потреблять ресурсы разумно, станции водоподготовки и очистные сооружения просто не будут успевать очищать достаточно воды для всех. Придется строить новые станции, новые очистные сооружения, а это дополнительные расходы. То есть вода будет стоить все дороже и дороже. Кроме того, между тем, как мы забираем воду из природы и тем, когда мы ее возвращаем обратно, проходит достаточное количество времени. И если мы будем все больше и больше забирать воды из источника, то рано или поздно он просто обмелеет. И плохо будет уже не только нам, но и всей сложной экосистеме водоема. Давайте будем все вместе беречь самый ценный ресурс на планете. водоема. Итак, давайте с вами прислушаемся к совету волшебного краба и действительно станем беречь воду, ведь она нам необходима для жизни на нашей планете. И нам нужно, чтобы вода была чистая, чтобы мы ее пили всегда и радовались летнему солнышку и купанию именно в очищенных водоемах. А сейчас я вам расскажу еще интересные факты. Почему же вода мокрая? Ведь наверняка вы тоже задавались этим вопросом, правда? Давайте узнаем. С нами связался Роджер Хайфилд. Это директор отдела внешних связей в группе научных музеев в Великобритании. И он нам передал послание, в котором я вам расскажу, почему же вода мокрая. Ответить на этот вопрос можно так, потому что когда ты касаешься лужицы воды, кончики твоих пальцев сообщают мозгу о мокром ощущении. Находящиеся в твоей коже нервные окончания непрерывно посылают мозгу сообщения об окружающем тебя мире. Мы называем это чувством осязания. Именно оно помогает тебе ощущать вещи сухими, горячими, холодными, гладкими или шершавыми. Вода на ощупь мокрая, а значит это жидкость. Но жидкостью вода останется лишь когда ее температура выше нуля и ниже 100 градусов по Цельсию. При температуре ниже нуля она превращается в твердый лед. Если взять из холодильника несколько кубиков льда и при комнатной температуре бросить их в стакан с напитком лед начнет таять вновь превращаясь в жидкость. Когда же вода в чайнике нагревается до температуры в 100 градусов она превращается в невидимую нашему глазу водяные частицы они и называются пар. вырываются из чайника эти крошечные капельки и возникают при столкновении горячих водяных испарений с более хаодным воздухом снаружи чайника. С помощью микроскопа можно обнаружить что вода как раз таки состоит из маленьких частиц из молекул. и поэтому конечно же при телесном контакте нашем мы намочим руку ладонь также если походим по луже летом тоже наши ноги будут сырыми но этого лучше не делать потому что зачем же нам болеть так а вы знали такой факт о морях почему же моря у нас соленые а не пресные давайте тоже узнаем нам расскажет об этом Марк Куруанский известный тоже журналист люди издавна задавались этим вопросом откуда берется соль может быть из земли под морским дном но почему же тогда под морем земля настолько солонее чем под пресными реками и озерами первый шаг к разгадке и в реках и в озерах вода тоже соленая мы просто не замечаем этого потому что соли в ней гораздо меньше чем в морской а значит вот она первая причина солености морской воды в океаны земли стекаются чуть-чуть солоноватые воды всех рек мира и оставляют свою соль здесь следовательно в океане собирается всякая соль которую смывают дожди земной коры здесь к ней добавляется соль со дна как и в реках вот только надо учесть что океанское дно во много раз больше речного вы можете спросить почему тогда море не становится с каждым днем все солонее солонее главная причина в том что наряду с постоянно поступающей в море соленой водой сюда идет и приток пресной воды так а также дожди вода из устьев рек растаявший лед именно поэтому уречной воды и в зонах таяния льдов соли в морской воде содержится ощутимо меньше чем в основной части океана в особенности там где уровень испарения воды выше из-за жары производители морской соли добывают ее с помощью солнца оставляя воду в изолированных емкостях до полного испарения по той же причине морская вода становится заметно солонее в жаркой тропической зоне к северу и югу от экватора концентрация соли в морской воде может увеличиваться вот еще почему в конце 20 века ученые обнаружили что в океане есть множество мест где вода просачивается в почву ниже уровня дна и скапливается там отрезанное от основного массива оно становится гораздо более соленое за счет окружающих минералов и нагревшись возвращается в океан то же происходит при извержении подводных вулканов от жарорасплавленного камня вода испаряется и уровень содержания соли в этих местах океана растет порядок движения воды на нашей планете такой дождевая вода стекает в реки бегут в моря а моря испаряются отдавая влагу будущим дождям которые вновь наполняют бегущую к морю реку а в мертвом море на границе между Израилем и Иорданией вода в 10 раз слоней чем в океане из-за жаркого солнца температура здесь поднимается до 43 градусов представляете как жарко а единственная местная река Иордан не в состоянии восполнить испаряющуюся воду со временем мертвое море превратится в безводную соляную пустыню именно от такой участи дожди реки и ды спасают земные океаны ученые склонны полагать что уровень соли в океанах оставался неизменным на протяжении сотен миллионов лет но сейчас встает новая проблема если климат изменится и начнется массовое таяние ледников не станут ли океаны менее солеными и не пострадает ли их экосистема поговорим об этом в следующем веке когда мы с вами узнаем что же произойдет с океанами и морями а про то почему они соленые и почему вода мокрая вы можете прочитать вот в этой книге Джемма Элвина Харриса здесь не только факты о воде но еще и много всего берите в нашей библиотеке эту книгу и другие такие интересные книги и читайте итак а давайте мы сейчас с вами проделаем интересный опыт с водой после чего я покажу вам еще несколько видеосюжетов итак вот у нас с вами всеми такой знающий тазик раньше с дошкольниками мы проводили опыты именно в нем чтобы вода не растекалась по всему столу у нас есть с вами теплая вода в банке она прозрачная вот такие стаканчики итак давайте с вами их оденем так вот один стаканчик так два три нам всего пять потребуется для нашего опыта четыре и пять так пять стаканчиков у нас с вами есть краски вот посмотрите гуашевые и акварельные можно выбрать любые давайте начнем с акварели и так наливаем в каждый стаканчик ну по чуть-чуть содержимого воды прям совсем немножко так чтобы у нас с вами размешалась краска так как красителя у нас нет у нас есть краски которые в этой воде сейчас растворятся и мы заметим свойства окрашивания воды итак начнем с красного цвета подкрашиваем воду насыщаем ее с помощью красной акварельной краски так и вот уже вода у нас достаточно такого красного цвета разукрашиваем разукрашиваем так промываем кисточку вода уже красноватая здесь давайте зеленую краску используем зеленая такая наполним воду зеленой краской вот посмотрите уже зеленая здесь давайте синюю возьмем голубого цвета будет водичка вот посмотрите уже голубая голубая вода получилась так давайте желтый цвет попробуем здесь разукрасим разукрасим воду желтый цвет будем насыщать постепенно краской так посмотрите желтая вода ну последний цвет давайте посмотрим как какие может быть желтый красный синий использовали а вы знаете здесь тоже у нас такие же цвета мы можем смешать две краски давайте попробуем взять вот такой фиолетовый цвет очень интересный тоже разукрасить и не буду в нашем стаканчике такой темный темно-синий фиолетовый возьмем так и вот давайте понаблюдаем все мы с вами смешали все цвета давайте понаблюдаем что наши с вами стаканчики с совершенно прозрачной жидкостью вазой стали вот такими разноцветными что мы будем сейчас делать мы добавим соду в каждое из этих стаканчиков и размешаем дома этот опыт также можно проделать но только с родителями так добавляем добавляем побольше соды так добавили соды добавляем добавляем как можно больше в наши с вами стаканчики так соду добавили закрываем также плотно и давайте понаблюдаем за таким явлением что вода у нас остается наверху а сода плавает над ним теперь давайте размешаем вместе с содой эту воду и все равно вода у нас с вами вниз не опускается а сода внизу плавает размешаем образуем образуется такое свойство шипучки потому что сода у нас с вами шипучая так размешаем так размешаем размешаем и здесь тоже и теперь следующий эффект мы добавляем пищевой уксус ну и конечно же этот опыт вам лучше проделать с родителями и так чтобы получились вот такие интересные как вы уже догадались вулканы ну и не растеклась вода по всему столу мы наливаем уксус и начинает вот посмотрите что происходит ух вот такие вулканы мы заливаем уксус и посмотрите вот такая вот пенящаяся вода просто пена все вытекает на поверхность у нас с вами получились вот такие необычные вулканы вы можете добавить еще больше краски еще больше красителей чтобы цвета получились интереснее ну и конечно же все это будет шипеть и взрываться вот такие необычные вулканы у нас с вами получились а сейчас давайте с вами посмотрим еще один урок секреты воды давайте узнаем что за секреты вулканы 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 с Ой, Никита! Наш кораблик! Не бойся, Ульяна! Сейчас достанем! И... Опа! Ура! Спасён! Ух ты! Ульяна, а что это тут такое? Это плотина! Плотина – это сооружение, которое перекрывает течение, поднимая уровень воды. Плотина! А, знаю! Её строят бобры! Да, Никита! Они научились использовать силы природы в своих интересах. Правда? А давай попросим Капельку рассказать об этом поподробнее. Привет! Я Капелька, эксперт в области воды. Смотрите, ребята, это хапки – дома из хворостов, в которых и живут бобры. Чтобы хищники не пробрались внутрь, бобры затапливают вход в хапки. Для этого они делают плотины. Уровень воды поднимается, и вход оказывается под водой. А бобрам вода не страшна. Они в ней прекрасно себя чувствуют. Кстати, люди тоже используют силу природы, и особенно силу воды. Правильно! Хорошо, что у нас есть эксперт. Капелька, расскажи, пожалуйста. Энергию воды люди приручили совсем давно. Например, строили водяные мельницы. Водяная мельница – механизм с колесом, которое вращается за счет потока воды. Вот посмотрите! Течение реки вращало колесо, а измельчающий механизм начинал перемалывать муку, из которой делали хлеб. Со временем мельницы стали использовать для копчу железа и даже для резки бревен. Энергия воды безгранична, поэтому течение можно использовать как постоянный источник энергии. Чистой энергии! Ведь использование воды не вредит природе. А это самое главное! Но ведь течения бывают разные. Слишком сильный напор использовать не получится. Вода может просто смыть все на своем пути. Это нужно учитывать. Да, а контролировать силу течения стало возможно благодаря той самой находке бобров, то есть постройке плотин. Плотина перекрывает основной поток воды, создавая необходимый напор в одном месте. Это принцип бутылочного горлышка. Там, где построена плотина, очень скоро образуется водохранилище. Да, так и создаются водохранилища. Водохранилище – искусственный водоем, созданный для накопления и хранения воды. А вот мы и добрались! Ух ты! Вот это да! Такое бобрам не построить! Совершенно верно! Это же гидроэлектростанция! ГЭС – электростанция, которая превращает воду в электричество. Гидро – с древнегреческого вода. Вот посмотрите! Постоянный напор воды приводит в действие генератор, который и вырабатывает энергию! Генератор – это механизм, превращающий механическое движение в энергию, например, в электрический ток. Получается, что гидроэлектростанция работает точно так же, как и мельница! Да-да, правильно, Никита! Необходимый напор образуется благодаря нашей плотине. Мощный напор воды вращает лопасти гидротурбины со скоростью около 10 оборотов в секунду, а турбина приводит в действие генераторы, которые превращают энергию воды в электрическую. Так что для полноценной работы такой станции необходимо только постоянное наличие воды. В чем? Река такая, как Молга, например, нам незаменимый помощник! Капелька! Так ты у нас, получается, эксперт не в области воды, а в области гидроэнергетики! Гидроэнергетика – работа людей по превращению воды в чистую энергию. И самое главное – гидроэлектростанция использует силы природы, не разрушая ее! Это на пользу не только людям, но и экологии! Да, Никита, за все современные знания благодарить можно природу, в том числе бобру! Ведь природа – неисчерпаемый источник мудрости! Да, как и вода – неисчерпаемый источник чистой энергии! Пока, гадонька! Спасибо тебе! Пока, ребята! До новых встреч! Ульяна, а наша с тобой фамилия Волгина? В честь реки? Да! А ты знаешь, что Волга – самая большая река в Европе, и на ней построено целых девять гидроэлектростанций! Представляешь, Никит, сколько электричества можно производить, не загрязняя при этом природу! Хатки – дома из хвороста, в которых живут бобры! Плотина – это сооружение, которое перекрывает течение, поднимая уровень воды! Водохранилище – искусственный водоем, созданный для накопления и хранения воды! Водяная мельница – механизм с колесом, которое вращается за счет потока воды! ГЭС – превращает течение реки в электричество! ГЭС – это механизм, превращающий механическое движение в энергию, например, в электрический ток! ГИДРОЭНЕРГЕНТИКА – работа людей по превращению воды в чистую энергию! ГИДРОЭНЕРГЕНТИКА – работа людей по превращению воды в чистую энергию! Итак, мы с вами познакомились с интересными свойствами воды, узнали сегодня много секретов и даже проделали опыт! Желаю вам новых открытий, свершений и оставаться с нами и с нашими интересными занятиями! Спасибо вам за внимание!